Два дня, определившие развитие марийского национального движения на предстоящие четыре года. В Яшкарале сегодня завершил работу 9-й Всемарийский съезд. Одно из главных событий съезда – процедура выборов главы Всемарийского совета. Здесь неожиданностей не было. Председателем Мерка Наша избран вице-спикер госсобрания Мариел Анатолий Иванов. Председатель в первую очередь должен обладать качествами лидера, и при этом он должен быть хорошим управленцем, говоря современным термином, менеджером, чтобы он был из народа, понимал ее проблемы. И также, чтобы он проставлял систему органов власти и имел в них свой определенный ресурс. Самая важность выбора главы общественного движения «Народа Мари» обусловлена тем, что считает приоритетным тот или иной кандидат. Делегаты по существу голосуют за программу, которую будущий лидер выставил для обсуждения. Идея Анатолия Иванова как основа работы движения оказалась созвучной настроению большинства делегатов. Согласно приведенным данным, за последнее десятилетие численность марийцев сократилась на 56 тысяч человек. Это почти 10% от общей численности марийцев, живущих в России. Новый глава Всемарийского совета в своем выступлении предложил активную политику для преломления тенденции убывания численности этноса. В частности, это активная пропаганда семейных ценностей, поддержка марийской традиционной религии, как духовной опоры народа Мари, а также возрождение в деревнях института старост, который существовал до Октябрьской революции 1917 года. Вице-спикер Госсобрания также предложил развивать этно- и экотуризм в Мариел и других местах исторического проживания марийцев, стимулировать бизнес этнокультурного направления. В пример он привел известную в Ежкороле предпринимательницу Ираиду Степанову, открывшую магазины марийских суверниров и сделавшую их культовыми. Кто находит возможность, тот ест жирно, а кто не находит, облизывает пустую ложку. Привел марийскую поговорку новый глава Всемарийского совета, призвав всех занимать активную жизненную позицию. В первую очередь я буду работать над тем, чтобы была дружная команда. Будет дружная команда, работа будет спориться. Это первое. Во-вторых, планомерная работа должна быть. Мы будем планировать ежемесячную работу, мы будем планировать годовую работу. Ну и, конечно же, в первую очередь мы будем готовить план мероприятий после съезда, потому что на съезде было много предложений, много было критических замечаний. И вот это все надо, как говорится, переварить. Я намерен создать при Всемарийском совете еще совет молодежи или совет по работе с молодежью, чтобы все четыре года плодотворно работать с молодежью и также подготовить новый съезд, предложить этот новый съезд провести именно тематически для молодежи под девизом «Молодежь – будущее марийской нации». Напомню, что предыдущие четыре года пост главы совета занимала Лариса Яковлева. Число делегатов, наблюдателей и гостей форума превысило 600 человек. Они прибыли из 14 регионов России, а также из Украины и Эстонии. Субтитры создавал DimaTorzok